Постоянно говорят, а вот ты можешь экспериментально доказать, что Бог есть? Может ли человек родиться плохим? Зачем мне это покаяние, если в целом я хорошо живу? Каким образом получается душа человека такая, с какой он рождается? Из священного писания намеренно убрали понятие реинкарнации. Почему он позволяет бесам жить вместе с нами? А там, когда оказалось, что есть Бог, ты же провалился! Современная жизнь настолько сейчас быстро меняющаяся, и происходят такие процессы, которые раньше, может быть, проходили в течение столетий, потом десятилетий, потом уже лет. И вот сейчас, чуть ли не каждый миг, мы видим существенные изменения в жизни по всем причём направлениям. Но, пожалуй, самое главное, самое главное – это то, что скрывается за одним таким словом, которое как-то не очень даже все и понимают, но постоянно называют, что происходят какие-то духовные изменения в обществе современного мира. Какие-то духовные. Что это такое духовные? Я уж не знаю, может быть, вы как-нибудь мне потом объясните, потому что сам я телесный, вот я трогаю себя и чувствую, что я не дух, а тело. Но какие-то происходят духовные изменения, потому что в отношении тела изменений есть, конечно, заметные изменения. Народ становится слабее, слабее физически, более подвержен различным заболеваниям, менее терпелив, и уже говорят, что становится совсем слабым в отношении, пожалуй, наиболее главного. И чем отличается человек от животного? Животное, когда входит, говорит, хам! Ищет всюду, хватает, дерутся между собой, кто схватит. А человек, он может, оказывается, рассудить и говорить – нет. Он умеет терпеть, он умеет рассуждать, рассуждать, думать. Животное не думает. Там одни инстинкты, там всё запрограммировано. Понимаете, всё запрограммировано, все до одной функции. А у человека есть, к сожалению, я, например, очень сожалею, есть разум, который начинает контролировать, а хорошо это или плохо. Вы знаете, у животных есть представление, хорошо или плохо? Ну, конечно, нет. Они подчинены инстинктам. А вот у человека, представьте себе, инстинкты все есть? Есть. Все, все. И ещё ни к селу, ни к городу, простите, какой-то разум, который контролирует, да ещё начинает выдумывать. Нет, это плохо, а это хорошо. Откуда появились эти вещи? Хорошо или плохо? Да мало этого, что ещё он это понимает, рассуждает и делит на хорошо или плохо. Что дальше бывает? Когда он делает плохо, его начинает что-то мучить. Вообще непонятно. Когда волк подтибрил, сумел овечку добыть, он только радуется, и никогда им плохо не бывает от того, что овца пищала, кричала и страдала. Съел и всё. А человек, вот посмотрите, некоторые, которые убивали людей, они не находили потом себе места буквально. Я помню однажды, вот у нас, может быть, вы знаете, проходят, так называемые, рождественские чтения, и вот однажды, я помню после одного, я тоже выступал там, и ещё стою на сцене, и вдруг перерыв. И на сцену так вот довольно много народу с вопросами ко мне, все вопросы, и вдруг слышу одна женщина кричит, дайте, дайте мне это, да разрешите, я не могу, у меня самый важный вопрос. Разрешите? И, в общем, расступаются, она прям кричит. Я откуда-то из Кавказа она, и с чем же она подходит? Алексеевич, пожалуйста, скажите, меня просили, меня умоляли, просто просили бывшие, ну, военные, которые воевали вот и на Кавказской войне последней, и в Афганистане, да, были в этих горячих точках, они просили меня, пожалуйста, скажите им, вот, и держат микрофон, скажите им, они не находят себе места, они спать не могут спокойно, совесть мучает их, хотя они, кажется, воевали по приказу же, а никак не будет, но и по приказу воевать, можно по-разному же воевать, вы же сами представляете, можно очень по-разному воевать, как относиться к людям, скажите, пожалуйста, что им сказать, скажите им, передайте, пожалуйста, вот я, микрофон, мне сует, ну, что я сказал, сейчас не об этом у нас речь, сейчас-то я о другом говорю, человек, какое странное существо-то, тигр растерзал, и всё, и всё, крокодил проглотил, и всё, а человек, ох-ох-ох, какие-то даже муки начинаются, причём вовсе не потому, совсем не потому, что закон там запрещает или разрешает, помните все Достоевского преступления и наказания, как Раскольников рассуждал, пока это ещё, я говорю, помимо вдруг этой новой категории оценки добра и зла, ещё, оказывается, эта оценка происходит подчас с такими внутренними волнениями души, о которых никто, ничто из живущего на земле не знает, кроме человека. Ох, какие, оказывается, что скрывается в человеке? Многие справедливо говорят, что вот религия говорит там рай, ад, а где он? Отвечают, в человеке и рай может быть, и ад. Ну, когда рай, хорошо, мы все с удовольствием это примем, а ад, как избавиться от того, что порождает вдруг в моей душе ад? Хорошо, пока его нет. Можно рассуждать всё. А в какой-то степени мы уже переживаем, не в такой, конечно, как вот те, которые послали этого корреспондента с микрофоном ко мне, которые убивали, и, видимо, связано было с каким-то жестокостями, да, а вот обманул, подвёл человека, и вот тебе адик, адик уже начинает шевелиться, что ж ты такая гадко поступил-то? Это ж твой же товарищ, твоя подруга. Что делать? В частности, этот вопрос, но вопросов ещё подобного рода очень много, и все они упираются во что? Всё зависит от одного, от одного и главнейшего, признаёт ли человек, верит ли, точно сказать, я вам скажу, верит ли в то, что есть Бог, что человеческая личность неуничтожима, есть вечность, есть переживания, человеком, всех своих деяний, вот этих. Со смертью тела не умирает человек, личность остаётся. Кстати, сейчас очень много литературы по этому поводу, и оказывается, человек может и по смерти тела и страдать, и радоваться. Вот есть вера, но эта вера какая? говорит о том, что есть Бог, личность неуничтожима, есть вечность. Есть, оказывается, возможность, говорит религия, всё то недолжное, всё то злое, всё то несправедливое, можно, оказывается, стереть с души, как грязь, говорит религия, христианство, кстати. Индуизм не говорит. Есть христианство, которое говорит, что это можно это сделать, но это при условии, если ты, человек, веришь и стараешься следовать тем нормам жизни, о которых говорит христианство. А представьте себе, не верю, нет никакого Бога, нет никакой вечности. Я живу один раз, сейчас живу, а через миг, может, меня не будет. Причин да сколько угодно, обрушился потолок, всё в порядке. И что-нибудь там какой-нибудь вирус заскочил, через три дня тебя уже нет. И что, и смысл жизни какой? И что тогда все твои мечты, все твои планы, все твои намерения? Ничто, бессмыслица! Вот, оказывается, то главное, перед чем стоит человеческая личность. Человек свободен, это мы знаем. И, кстати, это очень важно. Мы говорим, религия – это вера. Говорю, атеизм – это вера, которой может только позавидовать любой самый крепко верующий человек. Почему? Потому что религиозная вера, в частности, христианская, имеет под собой целый ряд оснований, аргументов, доказательств. Вера же, что нет Бога, основывается ни на чём. Вы можете представить? Нет никаких аргументов, аргументов, которые, которые говорили, вот, доказательства, вон, что никакого Бога нет, и что мы такие же животные. Вот, живёшь, и с телом, и ты умираешь. Что бы ты ни наделал здесь на земле, умер, и всё в порядке, и ни за что ты не отвечаешь? Это вера атеистическая, которая, которая, просто тупая вера по очень многим основаниям. Современная жизнь сейчас вся ориентирована на что? На исключительно материальные ценности. Только. Я начал с того, что мы говорим о духовных каких-то изменениях. А что это такое духовное? Даже мысли нет, а духовное – это что такое? А вот сходить на рок-концерт, например, ну, это, знаете ли, какое-то, на дискотеку, где покрепче можно попрыгать. О, какая духовность, замечательно! Это изумительно! Оказывается, современное общество характеризуется тем, что если когда-то всё-таки больше было людей, говорящих о том, что есть же разум высший, как говорил великий мудрец древности Сократ, неужели ты думаешь, что только у тебя есть ум и нет более высокого ума нигде? Обращался он к своим собратьям. Наше время характеризуется тем, что даже не говоря о Боге, один материализм, одни только материальные интересы, какой дух, материя, деньги, успех, слава, обеспеченность и так далее. Кстати, обратите внимание, я понимаю это, если бы мы жили, были бы бессмертны, да, добился наконец денег, вдруг читая в газете, умирает богатейший человек, умирает, как умирает, он добился миллиарды, всё, и что? Как что? Два метра в ящике. Но умный человек, кажется, может подумать, какой же смысл это на это, простите, если я могу в один миг оказаться там, что всё-таки, наверное, что-нибудь должно быть иное, наступил век какого-то безумия, безумия, что ум что требует? Первым долгом решить самый главный вопрос. Есть Бог, есть вечность, есть вечное существование личности или нет Бога? Никакой вечности, как животные, умрём и всё. Следовательно, никакой ответственности, пока живёшь, хватай, хватай, и тебя с полным ртом того, что ты схватил, закапывают в землю. И тебе понятно это? Понятно, понятно, для разумного человека. Нет, куда-то разум исчез. Никто об этом не думает. А поскольку совсем не думать нельзя, то придумали. Что такое духовность? Это культура, это искусство, это образованность, это умение себя вести и всё, что угодно, умение расшаркиваться. Так, это духовность. Представляете? А его, этого человека, духовного, попробуйте сказать, дурак, так всё, он с ума сойдёт. От чего? От ярости, от обиды. Как это? Я дурак? Ты сам дурак? Ну, хорошо, и всё. Никакой, то есть, духовности. Подмена произошла полная. И вот наш мир меняется. Меняется как? Прямо сейчас он буквально поколение за поколением. Даже ещё, даже не поколение, уже, наверное, меньше поколения. Уже буквально вот каждое десятилетие. Я боюсь, чуть ли не скоро, уже каждый год. И вот в связи с этим, поскольку я человек из прошлого, обращаю внимание, тысячелетия, а вы-то, наверное, из этого тысячелетия, поделитесь, скажите мне, что такое духовность? Какие вопросы теперь мешают человеку одуматься и подумать, я же умный или дурак? Если я умный, я должен решить вопрос, зачем я живу, какой смысл моей жизни, вот, я умру, и что, какой смысл моей жизни? Не этот смысл, я хочу завтра в театр сходить, не об этом же, а смысл жизни, и так я проживу, и что? И какой смысл? Или никакого смысла? Так это тогда отчаяние, если никакого смысла. Ну, ладно, вот, извините меня за такую длинную тираду, тирада, длинная, правда же, настоящая тирада, как вы вынесли только, я вам сочувствую, вот, может быть, вы сейчас мне скажете что-нибудь или спросите, что стоит на пути этого безумия, а может быть, это напротив разум, живём один раз, взять, а если завтра умрёшь? А если заболелка? А если сам калекой? А если ты никому не нужен? Об этом мы не думаем, мы же умные, мы умные, слышите, мы не думаем об этом, нет-нет, всё будет окей. Ой, извините, я перешёл не на тот язык, но я прекрасно знаю все языки, поэтому, да. так говорю. Так что, вот, ситуация, в общем, такая, и я думаю, что всем нам вместе сейчас было бы очень, не только полезно, обратите внимание, не только полезно, но и полезительно было бы обсудить те главные вопросы, которые сейчас нас беспокоят, и которые очень важно решить, может быть, каждому человеку, его мы живём, ну, не так, не так долго, неизвестно ещё, сколько продержимся, правда же, а решить надо, кое-какие вопросы. И вот тут вопрос границы эгоизма, который является негативным, и любовь к себе, которая является, ну, будем считать, что позитивным. Нормальные. И есть заповедь возлюбить себя, ой, возлюбить ближнего, как самого себя. И вот интересно понять уровень того, ну, именно, какая любовь должна быть к ближнему, и какая к самому себе. Где грань между тем и другим. И где грань с эгоизмом и любовью к себе. Вы знаете, если бы мы немножко как-то прочитали одну очень старую книгу, старую очень книгу, кстати, очень интересную, книга, которой питались множество людей. Я когда-то читал её, и вот там вдруг я нашёл такие строки поразительные. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Критерий. Ах, вот, оказывается, где может наступить мой эгоцентризм, а где может действительно принцип, по крайней мере, правды, а может быть, даже и любви. Зачем? Ты же не хочешь, чтобы тебя осуждали, чтобы о тебе рассказывали какие-нибудь гадости, или тебя выдавали, или тебе жалели, или тебя не любили, не хочу, не хочу. Не делай другому того, чего не хочешь себе. причём не только в поступках, но в этой книжке написана, вы знаете, интереснейшая книга. Я вам советую её почитать. Называется «Евангелие» она. Я читал её, давно написано, в первом веке ещё, 2000 лет назад. Вот так там, знаете, даже что говорится. Поступки – это ладно, это очевидно, не делай другому, конечно. Не обманывай его, не воруй у него и так далее. А там на такую вещь, от которой я даже голову в плечи, вы знаете, спрятал, даже не желай ему никакого зла, так же, как ты себе не хочешь желать. Даже в мыслях не допуская чего-нибудь отрицательного, оскорбительного, унизительного о другом человеке, так же, как ты не хотел бы, чтобы по отношению к тебе тоже были такие мысли. Потому что там, знаете, какая мысль? Оказывается, наши поступки, наши действия оказываются обусловлены, знаете, чем? Нашими мыслями, нашими желаниями. Меня никто не видит, что я хочу и желаю. Никто. Вот, что? И не знаете, что я хочу. Но потом, оказывается, вдруг раз и проявили, говорят, ах, он оказывается, что он сделал? Оказывается, он же мечтал об этом. Он своровал, потому что уже мечтал, уже планы строил, как ему там ограбить какой-нибудь там банк или не знаю что. Оказывается, всё начинается в мыслях, в наших чувствах, которые никто не видит. Духовная сторона закрыта от всех. О, вот это я прочитал, я поразился. Вот оно, где грань-то оказывается между эгоизмом и правильным отношением к другому человеку. Если я по отношению к нему делаю то, только то, что хотел бы, чтобы по отношению ко мне, пожалуйста. И наоборот. Вот так. Видите, старые книги помогают, очень советуют. Называют Новый Завет. Там четыре Евангелия и послание потом тех учеников Христа. О, интереснейшие книги, я вам скажу. Я читаю каждый день по одной голове того и другого. Евангелия и апостольских посланий. Нахожу столько мыслей замечательных. Так, что, Алёша, ты на меня, ты меня хочешь пронзить, я чувствую взглядом. Я хотел спросить, вот вы до этого говорили про атеизм, про то, что нет ни одного доказательства того, что Бога нет. И вот часто в спорах, в частности, вот у меня даже в институте на парах философии, когда возникают какие-то споры, вот, спрашивают, ребята, вот, есть наука, и мы в науке экспериментально можем проверить какое-то явление там, вот, и постоянно говорят, а вот ты можешь экспериментально доказать, что Бог есть. Я на это отвечаю, а вы можете экспериментально доказать, что Бога нет? Вот, они говорят, что должен доказывать тот, кто считает, что значит Бог есть, а пока мы его не видим, никак не можем экспериментально доказать, вот, значит, его и нет. Вот, как в такой ситуации, что ответить было бы правильно тем людям, которые вот такими критериями, категориями рассуждают, апеллируют верующему человеку. У нас был такой случай еще в те далекие времена прошлого тысячелетия, когда еще я учился в академии, посещали лавру, академии нашей находится в Трое-Сергиеве лавре. Много же делегаций и в то время, и сейчас, и в частности к нашему студенту подходит группа и начинает ему говорить, а кто Бога видел? А кто Бога видел? Он говорит, а тут группа целая, он говорит серьезно, говорит, да, а вы свой ум видели? Значит, у вас его все как грохнули, и он тут же ретировался на птью. А что вообще мы видим-то? Кто физику изучал, да, в школе элементарно, вы же знаете, что никаких красок, например, нет. Красок – это же не краски, это что такое? Цвета, я говорю, цвета. Ну, разве есть цвета? Это просто воздействие, воздействие определенных колебаний этих волн фотонов, и они вызывают у нас ощущение то зеленого, то синего, то черного, то голубого. Да никакого вкуса нет, вкус, вы что, смеетесь? Это же реакции на нашем языке, которые мы воспринимаем как кислые, сладкие, горькие. Вы знаете, что нет? Нет же ничего. Звуков? Ну, конечно, нет. Какие звуки? На нашу перепонку что там действует? Что вы? Всё, оказывается, это субъективные вещи. Так, обратите, объективный мир-то это какой же тогда? С точки зрения физики нет ни звуков, ни красок, ни вкусов. Простите, в чём же мы тогда живём? Так что же есть на самом деле-то? Мы тогда и друг друга, оказывается, это только это наши видимые образы только, которые в нас психологически что-то там происходит, действует на наши нервы, и мы воспринимаем как какие-то картины, образы, цветы, звуки и так далее. Физика нет, физика, говорят, нет. В мире нет ничего этого, есть только фотоны, есть только волны воздуха, есть только реакции, а эти объективно, объективно, вот что объективно, а мы что видим? Ой, какая картина! Смех один, физик хохочет! Вы что, с ума сошли? Вы воспринимаете, на самом деле-то реально, что существует? Итак, на вопрос скажу прежде всего, а что мы видим? Мы что, видим космос? Мы что, видим микромир? Мы что, видим инстинкты? Что мы видим? Мы видим только проявление кое-чего. Так вот, и в отношении Бога, сказать, во-первых, насчёт видеть, это духовное, это ум. Эйнштейн, кстати, так и говорил, я глубоко убеждён в существовании высшего интеллекта. Ну, ведь учёных очень многие, которые говорят так, интеллекта, так и Бога мы познаём по чему, по каким следствиям, как мы познаём и человека. И вот, в частности, один из аргументов, говорящих о бытии Бога, который идёт с древности, и до сих пор он не теряет своей силы, заключается в следующем. Ту закономерность, которую мы видим в нашем мире, ту потрясающую гармонию, ту потрясающую красоту с точки зрения какой угодно науки, абсолютно непонятно, почему это существует. Кстати, сейчас, по крайней мере, говорят, что пока ещё даже теоретически не нашли ни одной планеты, да, даже теоретически, даже не смогли вычислить где было бы что-то подобное, что на земле. Но вот эта красота, эта закономерность, которую мы наблюдаем в этом мире, они говорят о действии разума же, не правда ли? Стихийно что может произойти? Вот, например, один из последних лауреатов Нобелевской премии Крик в области биологии, он прямо заявил, прямо цитирую вам, нет никакой вероятности возникновения жизни из элементов, которые мы находим у нас на земле. Никакой вероятности. Бехтерева, наш уже такой уж известный специалист, крупнейший, она как-то выступала, и вот я помню, она говорит, возможность существования такого чуда, как мозг, невозможно объяснить никаким другим образом, кроме того, что есть высший разум, являющийся источником этого. Слушайте, один отец своему сынишке, который прибежал, папа, папа, нам сказали, никакого Бога нет. Он говорит, ой, сынок, надо же это интересно, я не знал. И ранечко утром, а дом был собственный, вышел, нарисовал там, знаете, всякие квадраты, круги, нарисовал рисунки. Утром ребёнок выходит, ой, папа, нам кто-то нарисовал, смотри-ка. Он говорит, что ты, что ты? Что ты, Мишенька? Да это само собой произошло. Ты что, папа, как само собой? Мне дошло до мальчишек. Такая элементарщина, а здесь потрясающая картина того, что из себя представляет жизнь. Вы знаете, что до сих пор, хотя знают уже весь состав живой клетки, весь, всё известно, до сих пор так и не могут сделать живую клетку. Все элементы известны, вся химия, вся физика, всё, а биогенные так называемые структуры производят, а совокупность этих элементов, которые породили так называемые репликаторы, то есть совокупность молекул, которые могли бы воспроизводить себя, а это является одним из признаков жизни, не можем сделать. Всё знаем, не знаем только одно, а что ж такое жизнь? Никак живую клетку не сделаем. Но вообще, конечно, если только подумать о той потрясающей сложности, которую мы видим в мире жизни и в окружающем мире, посмотрите, совокупность какого животного только мира, это просто диву даёшься, и это всё произошло как же? Само собой, все расчёты, которые может осуществить современная наука, не дают ответа о том, чтобы это могло произойти само собой. Теория эволюции, а вы знаете, что она говорит? Это закон эволюции. Следовательно, мы должны сейчас вот в любую минуту видеть все переходные формы существования, переходные формы всех видов. Ну, например, например, как из какой-нибудь там козы, как корову. Все переходные... А мы ничего не видим. Где эволюция? Где все эти... Это же закон, вы слышите? Это же закон! Это не что, значит, когда-то было, и где же этот закон? Нет его. Где переходные формы? Не сейчас мне, подавайте! Не вижу нигде. А уже происхождение человека лучше и лучше и не спрашивать. Как возник человек, ум, разум? Пустое место. проблема за проблемой, на которые наука ответить не может. И последнее. Как экспериментально? Оказывается, да. Да! Тысячи, сотни тысяч и миллионы людей провели этот эксперимент и убедились, что Бог есть. Ведь Бог – это же духовное существо, а не материальное же. Так, следовательно, эксперимент должен быть проведен на духовной стороне человека. В чём же он заключается? Вот в этой книжке, о которой я говорил, древней, написано «Блаженно чистые сердцем они Бога увидят». Что такое «чистое сердце»? В моей душе не должно быть ничего ни грязного, ни порочного, ни злого. Человек, который может с трудом и усилием достичь этого духовного состояния, он убеждается. Причём убеждается с такой силой, что перед лицом даже смерти говорят или-или. Или расстрел, или ты отрекаешься. Расстрел, пожалуйста. Да расстрел – это что? А какие пытки, если вы вспомните первые три столетия возникновения христианства? Шли на пытки, на мучения. Смотрели когда-нибудь и каму грядеши? Да, смотрели, как там сцена, такая, знаете, сцена театра, ну, типа Колизея римского, да, как там кучка сидит христиан, сколько их там, 10 человек, 20, может быть, так, и вдруг, и там, вдруг смотрим решётки, за которыми прыгают леопарды, уже голодные, и вот начинают медленно подниматься. в Колизее, по-моему, 60 тысяч, по-моему, там кажется, представляете, всё замирает, решётки, понимаете, и вдруг, наконец, оттуда вылетают эти голодные и начинают терзать этих людей крик, стоны, кровь, смерть. 60 тысяч восторги! Какой же восторг! Вот на что шли люди, которые увидели Бога. Тогда всё уже, даже этот ужас не останавливал людей, и они не отрекались. Но это только те, которые увидели Бога. Вы что, думаете, не было, которые отрекались? Конечно, были, конечно, были, но огромное количество какое! Это же сотни тысяч, которые шли на смерть, потому что увидели Бога. Вот так, может быть, я могу сказать. Может ли человек родиться плохим? Плохим? Плохим, который будет творить хаос, который захочет принести зло? Может? Это вопрос сразу. все, молодец, короткий вопрос. Коротко и ясно. Отвечаю, может. Окей, тогда второй вопрос. Что больше влияет на человека? То, каким он родился, то, какими были его предки, какие у них были черты характера, где они выросли и так далее? Или же, где вырос этот сам человек? Какое его окружение? Всегда рядом с ним было плохие или хорошие люди его окружали. Что больше влияет, его, скажем так, кровь или его социум? Соизмерить вообще нельзя. Это только можно в каждом конкретном случае, потому что мы видим многих, немало, лучше сказать так, злодеев, злодеев, которые стали великими святыми, то есть, которые были в обществе преступным. Ну, помните песню, в жиле 12 разбойников, это очень хорошие песни где же дело у нас? Сам Кудеяр в монастырь пошёл, атаман разбойников. Это зависит от каких-то таких факторов, которых мы не можем в общей форме. Это требуется только каждый раз рассматривать конкретно. Но что люди действительно рождаются с разными задатками, это бесспорно. Например, тот, кто читал Библию, это более широкое, знаете, Новый Совет, я вам говорил, книгу, а есть Библия, это ещё более, ещё более толстая книга такая. Да. Там, например, говорится, например, что есть род Каинов, Каинитов. Это Каин, это тот, который убил своего родного брата, Авеля. Так? Так вот, и что действительно у этих людей что-то есть же потомственное, видимо, в генах что-то зафиксированное, вот это влечение к преступности, так же, как есть и противоположное уже влечение действительно и стремление к чему-то положительному. Это есть но! Великое но! Человек обладает разумом, и он должен решить для себя величайшие важности вопрос. Всё-таки я живу один раз и вместе со смертью телом меня уже нет или личность бессмертна, моё я бессмертно. Первое называется атеизмом, второе называется религией. И если я разумный человек, я ставлю перед собой весы, весы и кладу герьки и кладу. Если я разумный, я должен об этом не только думать, а я этот вопрос должен решить. Вы знаете, Паскали, например, гоняли с ним чьи, когда пока в школе учились? Блезо, Паскали, ну, конечно же, гоняли чьи, ясно уже, что же, с кем бы еще больше, как не с Паскалем. Вот. У него есть недоконченная книга, которая называется Мысли. Ее назвали у нас в русском переводе Мысли Паскаля. Так, в частности, одна из его мыслей, которая очень интересна, называется Пари. Пари, то есть спор, называют Пари Паскаля. Знаете, что он говорит в этом? Если я верю в Бога и живу, что я, скажите, теряю? Меня уважают даже. За что? Потому что вера в Бога, я хочу вам подчеркнуть, в данном случае он говорил о христианстве, что такое быть христианином. Знаете, что это такое? Прежде всего честность. Честность прежде всего. Вот что такое христианство. Нет честности, не хвастайся, что у тебя крест на шее висит. Если я верю в Бога, ко мне только могут с уважением относиться люди. Ну и даже если они смеются, я ничего здесь не теряю. Я могу вступать в брак, а не таскаться направо-налево. Я могу есть и пить, но только стараясь не объедаться, не превращаться в свинью. Я могу работать и трудиться, а не воровать и не обманывать. Если я верю в Бога, я ничего не теряю. Но зато если, да, я верю в Бога и Он есть, я всё выигрываю там. Почему называется пари Паскаля? Но если Он есть, я всё получаю. Хорошо. А если я верю, вы слышите? Верю, что нет Бога. верю. Что ты выигрываешь здесь? Что ты можешь выиграть? Вести какую-нибудь бандитскую жизнь или что-то? Обманывать направо-налево? Да? Ну, вообще, что ты выигрываешь здесь? Я даже не говорю, пусть честно ведёт человек себя, да, что выигрываешь? Но представьте себе, а там, когда оказалось, что есть Бог, ты же провалился. Это знаменитые пари Паскаля. Вы слышите, кто? Паскаль. То есть, он говорит, даже с чистого западную психологию подчеркнул, там же всё, знаете, там всё считают, выгода. Ах, ты считаешь, да? Ну, да, просто. Ничего не теряешь, если ты даже веришь. Всё теряешь, если ты не веришь. Вот так он рассуждал, Паскаль, со своими современниками, и это у него, даже это в его, этой книжке, мысли зафиксировано. Вот так. Ну, это самое грубое, конечно, для примитивных людей, но, тем не менее, если он только подумает о том, какие есть аргументы, говорящие о бытии Бога, и какие аргументы существуют против этого, то он видит, какая чаша тут же перетянет. Но для этого должен быть что? Наконец, я должен решить для себя вопрос. Итак, есть ли Бог и Вечность? Или я такой же животный, только с компьютером в голове? Первостепенный вопрос. аргументов, я вам говорю, в отношении бытия Бога, аргументов очень много. Против, по сути, что скажу, ни одного, кстати, это выдумка, что наука против религии, говорят даже наука и религия, ложь, атеизм и религия, а эти, понимаете, какой обман, придумали, будто наука против религии, это не было бы ни одного крупного ученого, верующего, а их полно, не наука, а атеизм. А вот в отношении атеизма, я вам скажу, действительно надо было прямо поставить наука и атеизм. Ну, вывод, хотите, вам скажу, вывод, простой, в данном случае. с точки зрения науки, все наши человеческие знания от начала мира и до его скончания знаете, чем будут? Каплей в океане непознанного. А ведь для того, чтобы сказать, есть Бог или нет, надо знать всё. Мы, например, узнали, допустим, что на Земле Бога нет. Ну, хорошо. А вдруг он на Марсе? В нашем созвездии его нет. А вдруг в созвездии какого-нибудь там рака? Ну, я просто, я образно говорю, вы же понимаете, что для того, чтобы судить о том, о том, есть Бог или нет, наука должна познать всё, весь мир, всё бытие, и тогда вам сказать, да, мы всё познали теперь и смотрите. Никакого Бога нет. Любые, в любой момент истории научные все знания будут только одной капелькой в океане непознанного. Поэтому, знаете, я что говорю иногда? Я подхожу к океану, я беру кружку, я зачерпываю и говорю, а говорят, что там акулы водятся и киты, чушь какая! Вот, я сам! Вот, полный бокал океанской воды! Вот именно это безумно только может сказать атеизм, когда сказать, что наука доказала. Но я зачерпнул кружку, на самом деле все научные знания только капелька из океана, и мы смеем сказать, что Бога нет, поэтому масса самых выдающихся ученых верила в Бога. Ну, вот я сказал же, что для этого для этого нужно человеку разумно подойти к этим вопросам, и тогда, тогда, если я, наконец, вижу, вижу, что, да, религия, христианская, правда, религия, это разумно, это обоснованно, атеизм не имеет никаких под собой оснований, тогда, что я делаю? Я обращаюсь к религиям. Я обращаюсь в каком смысле? Я смотрю, что она мне говорит о том, чтобы я мог убедиться, что действительно Бог есть и не где-нибудь в созвездии, а Он присутствует в душе каждого человека, то есть, должен начать исполнять требования религия, хочу только вам сказать, не просто церковные, вы скажете, посты, там, богослужения и прочее, нет, Он должен вот эти вот заповеди Евангелия не лги, не притворяйся, не лукавь, не предательствуй и так далее. Речь идёт именно о честности, о моральной чистоте и, конечно, обращение к Богу. Кстати, очень многие люди именно так, так поступали, убедившись, убедившись умом, что, конечно, все основания, что есть Бог, начали жить именно по заповедям Евангелия. Обращение к Богу может изменить любого самого преступного человека, кем бы он ни родился. Да, вот нет, вот об этом я говорил, что очень много же было, достаточно много из мира преступного не только обращались в христианство, но и становились даже великими святыми. а, кстати, приходится получать письма вот и сейчас, и даже из этих, из тюрем, где они вот пишут, слушают лекции вот это, читают литературу и благодарят просто, да, говорят, что я теперь верующий человек. Покаяние очень много значит. Раскаяться в своей душе за всё то грязное, что человек сделал, за преступное, потому что христианство предлагает покаяние, то есть предлагает возможность омыть свою душу, смыть грязь, смыть эту грязь. И то, что это возможно, об этом говорит бесчисленное количество фактов. Вот таким образом даже человек, кажется, генетически уже принадлежащий к направлению отрицательному, скажем так, он, оказывается, может, может измениться и стать действительно на верный путь жизни. Алексей Ильич, вот из ваших слов получается, что познание Бога это не какой-то научно-философский разговор, где атеисты приводят свои доказательства, православные приводят свои доказательства, ну, потому что, например, банально православие не может взять и моментально показать Бога атеисту. И получается, что познание Господа это некая тайна, в которой каждый человек приходит, по сути, самостоятельно в течение жизни. У меня вопрос касательно воспитания в человеке, начал православной жизни, касательно, ну, точнее, воспитания детей в православных семьях, потому что, ну, мы все, ну, большинство из нас еще совсем там бывшие отроки, я там вот воспитан в православной семье, и для меня очень интересно понять, возможно ли воспитания в православном ключе ребенка изначально без его, по сути, самостоятельного выбора, потому что, мне кажется, здесь не совсем разумно вот это пари Паскаля, о котором вы говорили, ведь ребенок это делает несознательно, дело даже в том, что вот вы говорите, что теряет человек, который верит в Бога, но вот из опыта своих сверстников, там, мне кажется, самое очевидное, что приходит в голову, это послушание, которое несет православный, ну, ребенок, воспитывающийся в православной семье, который порой физически три часа стоять в церкви, молитвы, причастия, которые ты не всегда осознаешь, вот, я не говорю, что это было конкретно в моей семье, но среди сверстников это очень распространено, и мне, кажется, в каком-то смысле это отталкивает многих, как минимум в подростковом возрасте, немного отталкивает от веры, и вот, да, еще раз формулирую свой вопрос, как поступать, вот, стоит ли, как бы, навязывать веру с первых лет жизни, и какие послушания и наказания возможны касательно ребенка в православной семье? Дело в том, что, как всегда, мы часто стоим между двумя крайностями. В данном случае эти крайности носят какой характер? Или жесткое принуждение ребенка к выполнению церковной дисциплины жизни, или полное необращение внимания на него, как хочет, так и живет. это две крайности, одинаково убийственные для ребенка. Одинаково. В первом случае, конечно, когда мы видим человека, который еще не знает, как ориентироваться в чем-то, в любом деле, мы ему подсказываем, старший подсказывает, делится своим опытом, делится опытом тех, кто уже знаком с этим. Поэтому ребенка действительно должно быть воспитание, то есть его научение, научение. Почему научение? Это очень важный вопрос, но сейчас я уже не говорю об этом. Научение, но без вот такого фанатизма, который превращается в принуждение ребенка к исполнению церковных вот этих обязанностей, забывая, я бы сказал, о самом главном, о заповеди. Но считают так же неверным, так же убийственным является и другая крайность, когда просто с ребенком вообще на эту тему не говорят, а как хочет, а как хочет, сам встанет, пусть сам и выбирает. Это кто же так делает? Это другая убийственная крайность. Поэтому серединка вот нужно искать золотую середину, говорят, а на самом деле это не золотая середина. Это не очень хороший термин. На самом деле разумное отношение. Вот оно что! Как это можно оставить своего ребенка, бросить на произвол? Я должен как раз, как раз с ним делиться вот тем добром, тем добрым, что имею в своей душе, а каждый стоит перед лицом чего? Добра и зла. И вот тут очень важно показывать ребенку, в чем же заключается добро в нашей жизни, а в чем заключается зло. Вот это очень важно. И вот здесь постепенно, постепенно нужно открывать, конечно, ребенку, ссылаясь в частности и на Евангелие, и на те аргументы, которые возникают, которые необходимы человеку в процессе его роста, в процессе общения с другими людьми. Родители должны отвечать на вопросы, отвечать на все вот такие критические, особенно вопросы, которые возникают и у него самого, и в той среде, в которой он вращается. То есть, родители, оказывается, должны заняться собой. То есть, они должны знать, как ответить на вопросы. Не просто сказать, отстаньте от меня. Да, надоело-то мне со своими вопросами. Я же помню, как я к маме это приставал. Господи, правда, один вопрос меня мучил. Откуда я? И, наконец, когда она, наконец, сказала мне, что она меня, по-моему, купила на рынке, что ли, я уже не помню, два варианта, вот, какой она, или нашла под каким-то кустом, что ли, не помню. В общем, тогда я успокоился. Ой, как важно ребёнку отвечать на вопросы. А ещё важнее, не просто отвечать на вопросы, которые возникнут, а самому провоцировать эти вопросы. Умные родители сами провоцируют эти вопросы, но уже зная, что ответить ребёнку. сами острые вопросы задавать ему. То есть процесс воспитания – это помощь. Мы все друг другу должны помогать. И в данном случае с ребёнком, конечно, нужно вот так заниматься, не бросать на произвол судьбы и не применять этого насилия. Когда хватает, он пищит, а его тащат там, это в храм, во что бы ни стало. Главное, в храм попал. Молиться не учат, а в храм давай. Что такое причастие? Он не знает, что это такое. Айболадов, давай причащайся и так далее. Вот это уже… Это, в общем, две крайности, две крайности, от которых нужно как от огня бежать. Благоразумие, рассудительность. Кстати, вы знаете, вот тех, кого мы называем святыми отцами, они говорят, что высший добродетель – это благоразумие, это рассудительность, рассудительность. Нельзя поступать безумно в отношении таких важных вопросов, как духовная жизнь человека. Вот так. Могло ли быть такое, что на одном из Вселенских соборов в начале возрождения православия ещё из Священного Писания намеренно убрали понятие реинкарнации, ведь в некоторых моментах в Библии и Евангелии есть такие достаточно явные намёки на это? Если бы это было, то мы обязательно бы это нашли. Ведь Первый собор произошёл только, Первый Вселенский собор в 325 году. А мы уже, смотри, сколько имеем сочинений, сочинений до этого собора. Я говорю не только о Евангелиях, не только о посланиях апостольских, а ещё были какие. Посмотри, он, Иустин – философ. Представляете, он действительно, он так остался в истории, как философ, то есть человек, который великолепно был знаком и с этой, кстати, тематикой. Он был знаком великолепно со стоицизмом. И с этой тематикой он был знаком. Никаких... Тертулиан возьмите! Целый ряд писателей, которые были известны в Римской империи, которые мы как раз не находим. А там, где, когда появились эти идеи, то они просто с гневом отрицались и отбрасывались как искушение, как обман. А в чём же встреча обман? Ну, тут пока я, знаете, не могу уж жить с праведником. Буду жить, как живу. Ну, ладно, стану крокодилом, я уж тогда буду праведником. Ладно. Вот, у меня тогда ещё один вопрос. Как в православии объясняются такие моменты, когда явно невинные дети рождаются уже с смертельными, например, пороками? Ну, это, я вам скажу, православие ни почём. Вы спросите биологов, и они вам скажут, почему. Биологи просто скажут, как мы же по своей телесной природе совершенно едины и общи со всем животным миром. Ничего тут у нас, тело наше такое, но ещё, представьте себе, к этому телу ещё голова появилась ни к селу, ни к городу. Так мешает жить. Ой! Лучше бы её не было. Как бы, жил бы, как Аскарий, да и всё. Так, что, в чём тут дело? Причём тут Бог? Страдает достаточно. Страдает, да, верно. И не только страдает. Что страдает, вы сказали? Вы знаете, что умирает? Надо же, умирает. Где же Бог-то? Умирает! Умирает, как и всё живое. Закон. Закон Библии, который назвала, откуда появилась смерть. Ну, в первых, по крайней мере, строках Библии написано, что причиной этой смертности, именно смертности, а уж прочие вещи и страдания, и прочее, говорить нечего, явился акт духовного порядка, когда первые люди сказали Богу – отойди, мы сами. Мы сами. В Библии это, правда, написано как? Будете как боги. Мы сами боги. И вот с тех пор мы всё время демонстрируем своё божество, какой же. Вся история наполнена, знаете, чем? Насилием, кровью, жестокостью, несправедливостью. Отойди, Бог, отойди. Мы сами устроим наилучшую жизнь. Ведь по уму все же стремятся к наилучшей жизни, правда же? Я хочу, чтобы положить наилучшую жизнь. Да, но у моего соседа, представляете, сколько? А у меня нет. И что, подстроим. За углом. И захватили. Так это же… Ты же хочешь же лучшей жизни. Ну, да, хочу. Причина войн. Разве не знаете. Почему французы пришли? Почему немцы пришли? Всё такие дикие идеи. Почему Александр Македонский? Господи, все завоеватели мира. Да. Вообще, вот откуда это всё страсти оказывает. Это называется страсти греховные. Они не дают покоя. Они, поэтому христианство с самого начала и говорит блаженно чистым сердцем, страсти не дают. И поэтому христианство предлагает путь, предлагает, если хотите, программу своего рода, как же всё-таки бороться с этим, чтобы действительно стать, знаете, кем? Счастливым. Счастливым. Вы представляете, что вот те, кого мы называем святых, это вообще, я вам скажу, поразительные лица. Я всё время на них удивляюсь и считаю, что это просто самые умные люди. Кажется, посмотреть, как они жили. Какие-то там отшельники, пустынники, эти столбники, подвижники себя истязали. Господи, кошмар какой! А они? А они находили в состоянии потрясающей всё время радости. Причём можно сказать, не сумасшедшие ли это? Почитайте, что писали эти сумасшедшие, и скажете, вот это да! Какой умник только может это написать! Оказывается, этот путь с самого начала и открыт путь, оказывается, в нашем сердце человеком, хранится вот эта драгоценность, которая называется радостью, любовью, миром, но открывается этот ларчик только соответствующим ключом. Этот ключ и есть вот та духовная жизнь, о которой говорит христианин. Вот где счастье! Причём какое? Никто не может его отнять! У тебя всё отняли? Спасибо! Спасибо! Хорошо! Вы так же смертны, как и я смертен, и скоро умрём! Все умрём! Это закон! Никуда! Вы своим богатством умрёте! Кто больше страдает, интересно, когда умирает? Тот, у которого остаётся копейка, или тот, у которого миллиард? Не даром же я слышал историю, что будто бы в Америке умирала миллиардерша, по-моему, из Рокфеллеров, по-моему, миллиардерша, так? Умирала, и уже вот умирая, она вдруг обращается к пристуге, «Пронесите мне моё любимое платье!» Ну, женщины, Господи! «Платье моё принесите!» Пронесли! И она своими уже костлявыми руками схватила это и что-то, я не знаю, что, но, в общем, и скончалась. Не смогли разжать, так и вырезали, и так похоронили её с куском этого её любимого платья. О, какое благо! Какое счастье! Какие достигли! Так вот, эти святые понимали счастье внутри человека, а не вне его. Знаете же, русскую пословицу «в шалаше, да по душе, а в хоромах, как на похоронах». Вот и выбирайте. Что предпочитаете? По душе или на похоронах? О, как это верно! Счастье в сердце человеческом, а не в этом, во всём. В этом всё. Ну что, мы не понимаем, что ли, что всё это отнимется, что в конце концов, смертью? Я страдать буду, когда у меня останется… Господи, чего бы я мог и теперь всё потерял? Вот. Так что, насчёт перевоплощения, да, вы говорите, на ходе там кое-какие вещи, там, насчёт Яна Претеча, такой вздор. Никакого отношения к идее перевоплощения нет, потому что сама идея, она глубоко ошибочная, она человека отвлекает. Мы даже вот сейчас живём один раз, и сейчас я должен осуществиться, а не надеяться, что я потом буду миллион раз перевоплощаться. Эта идея, она возникла из языческого сознания, в котором не было никакого откровения. И вот представьте себе, вот мы-то там слыхали о христианстве, читали там Новый Завет, Библия, представители людей ничего этого не знали. Они решали проблему. Да как же это такое? Для чего человек живёт? Дар случайный, дар напрасный. Жизнь зачем-то мне дана. Вот думали насчёт этого. Как? И вот великие умы. Так, как же такое? Нет, смерть – это ненормальное явление. Как это такое? Все мои мечты, все мои переживания, все мои стремления, и вдруг всё, и гроб. Смерть? А-а-а-а! Не может быть, чтобы душа погибла, чтобы я погиб. Вот оно, идея! Это просто одна из идей, одна из идей, которая приходила людям, я думаю, думающим, мыслящим, но которые не находили других путей, путей, к сожалению. Но многие, многие, когда знакомились с христианством, с облегчением вдыхали. вот, оказывается, вот, оказывается, оно что. А не в том, что я сейчас человек, а после стану верблюдом. Вот второй вопрос у Кирилла ещё был по поводу детей, которые рождаются с пороками, с какими-то заболеваниями тяжёлыми. – Правильно я понимаю, да? – Правильно, что, возможно, реинкарнация бы это могла объяснить. – Причин может быть очень много. Очень много причин может быть. Хороший человек, всё нормально. Его двух, его делают начальником. Что это с Мишкой строят? Был человек, осталась скотина. Кажется, наоборот бы надо. Был нищим, стал богатым. И смотрите, как свинья. К нему не подойти. Что это такое? Мы не видим вот этих внутренних подчас задатков такого рода, с которыми человек подчас не может даже справиться. Недаром есть притча о талантах, в которых сказаны потрясающие слова. дано, дали одному пять талантов, другому там два, третьему один, дали. То есть родился, больше вынести он не может, раздавит его. И вот в данном случае вот эти вещи, о которых мы говорим, родился человек таким-то или таким, да, в частности, больными, мы вот на эти эти уродства, это мы обращаем внимание, а на духовные уродства не обращаем. А какие духовные уродства? А, например, родился властолюбец. Мы вот не придаём значения, а представьте себе, это властолюбие достигает власти, что творится, начинает. Сколько рассказывает подчас, как в армии иногда бывают, такие вещи, что творится? Да и не только. И в обществе, когда загоняют своих сотрудников, я не знаю, куда и что. Оказывается, если мы верим в Бога, тогда мы понимаем, что никаких случайностей в человеческой жизни нет. Всё происходит в полном соответствии с какими-то духовными закономерностями и духовными силами человека. И вот рождаются, в частности, допустим, такие больные люди. Во-первых, не знаем, какие его задатки, этого человека. Во-вторых, родителей и окружение. Не знаем. Вот ко мне писала одна девушка, у неё был рассеянный склероз, да, сколько писала. И вот я смотрю, и родители, всё, она прожила 20 с чем-то лет. И каким благом это явилось. И для неё, во-первых, мысли на религиозной переписывались, не как-нибудь, и для родителей. Вот это да! Так что мы не знаем всей совокупности вот этих вот факторов, определяющих, почему именно так. Но верим, если мы верим в Бога, то мы верим, поскольку Он есть любовь, значит, всё происходит всегда наилучшим образом для каждого человека с точки зрения вечной жизни. если я верю в Бога, с точки зрения вечной жизни. Слушайте, здесь, пока мы живём, и что такое? Это гостиница. Гостиница. У кого хорошие номера, у кого никуда не годится, но в конце концов к каждому приходят и говорят, ваше время истекло. Вон, из гостиницы, ах, как, ах, умирает. Как умирает? Домой идёт. Говорит, хватит жить в гостинице, пора домой тебе идти. А мы воспринимаем. Так вот, в гостинице по-разному устраивается человек по причинам его внутренних данных, с которыми даже он рождается. И не только он сам, но и то окружение, в котором он живёт. А откуда могут быть у человека данные при рождении? Откуда могут быть данные? Всё тут же, откуда всё человечество рождается именно таким образом. Наследственность. Мы говорим одно слово. Наследственность. Даже в одной семье часто рождаются люди с разными данными. Вам биологи скажут, почему рождаются разными. Так вот, такой закон жизни. Закон. Кстати, хочу вам сказать, мы всё время думаем, что каждый раз Бог всё делает. Нет! Оказывается, оказывается, вот мы изучаем по физике законы природы. Законы природы. Физической природы. А где же законы духовные? о них никто и не говорит. Представьте себе! Вот это да! Да что, человек – это скотина, что ли? Что мы только о физических законах говорим? Есть духовные законы. И по этим законам, так же, как этот внешний мир физически устроен, мы видим, как прекрасно, и когда мы нарушаем, то природа начинает нам мстить то землетрясениями, то ковидами. Вы боретесь с природой? Ну, пожалуйста, боритесь, получайте. Так существуют и духовные законы жизни, по которым то же самое происходит рождение вот с соответствующим вот такими индивидуальными свойствами. Хотел спросить, вот биологические данные человека, с которыми он рождается, они, несомненно, зависят от родителей и наследственности. А духовные данные, исходные, с которыми человек рождаются, они же ведь у каждого человека по-разному и даже не всегда зависят от родителей. Бывает, что у благочестивых, хороших родителей рождается человек как раз с духовными пороками в плане того, что властолюбивым может быть человек или, ну, другие какие-то пороки, а также и наоборот, у родителей не слишком духовно развитых может родиться ребёнок очень даже с большим духовным потенциалом. Да, да, да. Совершенно верно. Как происходит это в области биологической, точно так же, точно так же. Это же законы одни и те же. Есть законы физические, есть законы духовные. Это тоже законы. Так? Но всё происходит именно закономерно, как в одной семье. Вот я знаю, например, семья была. Три дочери и сын. Дочери безобразные. Сын – красавица. Всё кажется наоборот. Почему? Что вы меня спрашиваете, почему? Спросите биологов, генетиков, спросите, почему? Тут рождаются вдруг все, ну, глупышки какие-то, а это прям кений. Меня, главное, спрашивают, почему Бог? Вы что, думаете, Бог, что ли, душу всылает в каждого человека? Душа так же, душа так же рождается, как и тело. Точно так же, как от родителей рождается тело, точно так же рождается душа. Это один процесс, а не два. И поэтому действительно, например, мы видим даже, например, вот род Каинов, так называется, или возьмите, например, род, например, там, Серафима Саровского, там, когда есть даже роды, но и в них мы видим, какие бывают вдруг эти различные варианты, какие угодно. Этот мир закономерно устроен, как физический, так и духовный. И всё здесь происходит закономерно. А вот каковы эти закономерности, слушайте, это кто может разобрать, не знаю, мы даже в этой природе разобраться не можем, физической. Очень интересно, спасибо. То есть существует своего рода духовная генетика у человека, которая непостижима. Да. Нет, ну что значит, она отчасти, как и всё, как и эти, так и здесь тоже, конечно, существует. А как же? Ну что вы! Часто это замечено. Например, вы знаете, Гитлер даже пытался запретить иметь детей больным, психически больным людям, например. Потому что это понятно, это будет вырождение нации. Так что эти попытки были всякого рода. Но всё закономерно. Не Бог каждый раз тебе вот тот, а тебе всё. Ничего подобного. Духовные законы, по которым мир этот существует. Но есть высший закон духовный. Высший закон. Закон любви. По этому закону, каким бы человек ни родился, из какой бы среды он ни вышел, все те внешние обстоятельства, в которых он живёт и действует, все они в конечном счёте являются оптимальными для получения вечной, правильной жизни. Оптимальными. Нам подчас это непонятно, как это такое. Но я привожу же пример. Что-то, как, например, бедный или там богатый человек. Я привожу пример, что каждому даётся своё, каждый может вынести свой груз. Свой груз. Но это высший закон любви. Так говорит христианство. Абсолютный закон бытия – это любовь. Почему говорим? Бог есть любовь. Бог – не существо, которое сидит на какой-то планете, а Бог есть дух. Им мы живём и движемся, и существуем, великолепно сказано. Всё. И в конечном счёте, поскольку этот закон является главнейшим, то всё, что происходит с каждым человеком, это, по христианскому учению, является наилучшим с точки зрения вечной жизни. Знаете, у Бердяева есть книжка, которая называется «Subspeciae eternitatis» с точки зрения вечности. Вот это принцип. Это христианский принцип наилучшим. Поэтому, когда говорят, калека родился, урод, или так далее, мы говорим, ах, ах, ах! Это действительно было бы ужасно, если бы этот калека жил бы вечно. Нет, он так же умрёт, как и самые, не знаю, здоровые, не знаю кто. Точно так же все там будет земля, еси и в землю отыдеши. А вот вечность, о, это ценность. Дом родной не это, не это, это не дом родной, в который вот это жить, человек. Это только постоялый двор, гостиница, пересадочная площадка, но совсем не дом, а дом там. Мы верим в вечную жизнь человека. Вот так. Алексей Ильич, Вы говорите о том, что христианство открыло некоторые духовные законы. Скажем, учение о духовном законе, я имею в виду кармы, мы встречаем и в индуизме. И так же все классические религии и даже некоторые эзотерические концепции, все они призывают к вечной жизни и к соединению с Богом или слиянию с Богом. Скажем, в чём здесь оригинальность именно христианства? Чем отличается карма, учение о карме от христианского учения? Тем, что карма – это просто бездушный закон бытия. Никакого Бога, как одного Бога, богов там полно, но о них речь не идёт же. А карма – это бездушный закон бытия. Причём закон какой? Именно абсолютный закон. Закон причинно-следственной связи, от которого никто никуда уйти и, в конце концов, не может. Всё подчинено, всё бытие ему подчинено. Вот так. Христианство же учит, когда говорит о духовных законах, то говорит об этих законах как подчинённых в конечном счёте абсолютному закону бытия Богу или любви. Поэтому, если хотите, человек может менять карму, если мы воспользуемся терминологией индуизма. Может. Чем? Покаянием. Оказывается, покаянием. Покаяние меняет, меняет, оказывается, состояние души. Этот закон причинно-следственных отношений не имеет над ним полной власти как таковой. Вот, оказывается, в чём, так сказать, первое и важнейшее отличие между христианским учением о Боге и любви и законом, закона кармы. Вот так. Мы можем смыть всё. всё. Всё можно смыть. Любые преступления, любые грехи, всё, оказывается, можно смыть. Почему? По закону любви. Потому что, если человек, оказывается, раскаивается в том, что он сделал злого, то по закону любви любовь смывает это всё. Любовь всё прощает. Любовь способна всё простить. Но прощает когда? Когда человек открывает эту свою грязь перед Богом и просит об этом. А в карме? Я не знаю такого. Там нет изволь. Натворил? Ну, будешь теперь бегемотом. Вот. Или не знаю. Или кем ещё. Там я даже не представляю, как это всё и сживается в конечном счёте. Всё это, но, по крайней мере, не знаю, что для этого требуется. Это бесконечный цикл перевоплощений. Бесконечный. Карма – это бездушная вещь. Это очень печально. Да, есть учение о добродетелях, есть учение о вечности. Но какой вечности? Смотря в каких состояниях. То ты Богом деревьев являешься, да, но крокодилом. Ну, я не знаю, без конца. Что это за вечность? Христианство, говорит, человек живёт один раз. Один раз. Жизнь даётся каждому человеку для самоопределения и познания себя. Потому что, в конечном счёте, каждый из нас самоопределяется. Вы не вздумаете, что я говорю, что он сейчас мировоззрение такое философское осуществляет, там, религия, атеизм? Нет! Нет! Это тоже предполагают, но главное – каждый человек самоопределяется. Вот сейчас я имею всю возможность, и меня прям подталкивает совершить гадость. И я знаю, что это гадость. «Ну, ну, 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 ну!» Слышите? Борьба идёт. Борьба идёт. Где? Внутри меня. Ну? Опять гадость совершил. Ну! В следующий раз уж ни за что! Опять приходит, в следующий раз ну, ну, ну! Опять! Да что же это такое? Я о чём говорю? Я сказал, что не только между добром и злом идёт вопрос о познании себя, потому что в конечном счёте, с христианской точки зрения, способном к вечной жизни в Боге, который есть любовь, возможно только для того человека, который, наконец, убедится, что, да, наказать я не могу. Господи, помоги мне! Обращаюсь к Богу! Кто-то к этому приходит уже здесь, в земной жизни, особенно если принимает христианство, особенно понимает это христианство, принимает, понимает. Для многих этот процесс будет совершаться только по смерти, но он сопряжён с большими страданиями. С страданиями не вздумать, что Бог там наказывает, что ли? Не подумайте, нет! Бог никого вообще не наказывает! Любовь не наказывает и не награждает, она только дарит благо. Нет, там состраданиями в другом смысле. Первое уже это страдание обусловлено тем, что мы очень все хорошо знаем, была такая возможность, и я, дурак, проворонен, сделал то, ну что тебе надо было сделать? Не надо же, и всё, и ты бы, всё бы, как у тебя было! А представьте себе здесь, когда я увижу свою всю земную жизнь, слушайте, мы же увидим всю себя! Там свет открывается, и я увижу. Дурак, зачем же я это делал? Что за глупость такая? Я вам скажу, причём не только многие нехорошие дела, а просто пустое времяпровождение даже. Да неужели ты не мог заняться чем-то другим? Ой, я вам скажу, это переживание тяжелейшее, когда вдруг увидим, что мы в полном смысле слова за чечевичную похлёбку продали своё первородство, за мыльные пузыри отдали великое благо. Вот оно, где начнутся страдания, и от этого уже никуда не уйдёшь. Поэтому блажен человек, который ещё здесь, здесь, пока жив, в теле, уже избирает верное мировоззрение, уже старается жить верным путём, а не как-нибудь старается быть честным в отношении себя и всех других людей. Ох, каких только страданий избежит он великих! Алексей Ильич, а если меня не мучает совесть? Это пока здесь, в земле, потом будет мучить. Ну, хорошо, но вот, ну вот, ведь все же религии классические призывают к честности. Ну, вот зачем мне православие? Зачем мне это покаяние, если в целом я хорошо живу? У меня есть планы на будущее. Ну, я объективно живу по совести. Может быть, и мне есть перед чем каяться, но всё-таки меня это так сильно не волнует. Вот это-то и самое печальное, когда мы играем в мыльные пузыри, и нас это нисколько не трогает. Поэтому и требуется от человека самое главное, что он должен сейчас, пока ещё он жив, избрать себе, вот, две веры сравнить, в конце концов, и понять, что всё-таки есть Бог, есть вечная жизнь и все проистекающие отсюда следствия. Вот так. Поэтому очень важно сейчас. А так, совесть, говорят, что можно заглушить даже так есть понятие сожжённой совести. Но дело-то вот в чём, что если бы мы только как личность существовали только сейчас вот в этой вот сфере и всё, да нет, неуничтожима личность-то даже будет вечно существовать. И если здесь мы, как вы знаете, есть утренняя молитва, в которой такие слова «И даруй нам бодренным сердцем и трезвенною мыслью всю настоящего жития ночь прийти». Вы слышите, как названа эта наша жизнь? Вот это ночь! Ночь! И действительно, раз не ночь, вот вы знаете, что сейчас будет? Что мы знаем? Ночь! Ничего не знаем. Что будет с нашей личной, что с нашей там работой, что с нашим обществом, что с нашим государством, что со всем миром какой-нибудь сумасшедший там ставит в Америке президент и взорвёт какую-нибудь такую бомбу, что весь мир на смарку пойдёт. Ничего не стоит, сейчас сумасшедших полно. Что мы знаем? Ночь! И даруя нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всей вот этой настоящей жизни ночь перейти. А мы? Хм! Какая ночь? Вот так! Даже не понимаем этого. Ну, вот так! А вот как вот быть с молодым поколением? Потому что, допустим, ты в парке гуляешь с кем-то и тут какая-то компания появляется молодёжи, которая себя ведёт непотребно, как хотелось бы, чтобы такого не было. И родители вроде бы всё устраивают, либо же просто они об этом не знают. И хотелось бы просто узнать. То есть, как жить в таком окружении? Да, или же как просто им привить, что вот есть хорошие манеры, которые хотелось бы видеть часть. Что ж тут сказать? Вы знаете, всегда в любом обществе, в любом коллективе сходятся люди, какие-то группы. Кто-то с кем-то сходится. А сходятся как? По интересам, по влечениям своим. Так вот и в данном случае и очень часто мы оказываемся перед ситуацией, когда оказывается, я вижу. Итак, куда я пойду? В сближении с кем будет у меня? Что я хочу? Вот это, то есть, происходит процесс самоопределения. И очень важно это осознать, в какой ситуации мы находимся и насколько это есть возможности избегать того, что я вижу, что это противно и совести, и нравственному чувству, и всему. В конце концов, в той степени, в какой это возможно, надо, конечно, стараться отойти от этого. Отойти, но не просто отойти. Знаете, в Библии есть такая хорошая фраза «уклонись от зла и сотвори благо». Не просто уклонись от зла, но и сотвори благо. Так что и в данном случае нужно не только избегать, конечно, надо избегать, но зачем же это? Где там и наркотики, и пьянки, и Бог знает, что это такое? Я же в конце концов понимаю, прекрасно, я могу видеть уже, к чему это приводит. Я же, ума немного надо же, к чему приведут мои эти наркотики, и пьянки, и всё такое. По-моему, немного надо умы, даже обезьяна, наверное, чуть ли не обезьяна, и то поймёт. Нам надо, значит, избегать. И если вдруг найдётся хоть один человек, который другого настроения, доброго, скажем так, условно, доброго, надо хотя бы, хотя бы прилипляться быть с ним. Вот так. Надо что же делать? Приходится делать выбор, что делать? Другого пути нет. И вся история, я вам скажу, она вся и строится на этом. Всюду вот эта вот полярность, и всюду, и вот эта полярность, к сожалению, всё более становится неравносильной. Всё больше вот эта категория безобразия, развращённости, зла. И главное, это ладо развращённости, зла. Вы понимаете, сейчас ещё что? Сейчас вот это искажение, я бы сказал, буквально норм человечности. Посмотрите, к чему эти призывы? Какие? Смотришь эти, с суицидом, например, вы возьмите, какой-то кошмар. Причём как? Там, броситься там откуда-нибудь, причинять людям как можно больше зла. То есть, вы знаете, мы вступили в эру, совсем не просто всё это так. Нет-нет. Вот в данном случае христианство даёт нам ой, какую здесь важную оценку и важный ответ. Вот нужно же в конце концов понять, что если есть Бог, есть же дьявол. Почему никак не хотят люди этого понять? Дерево узнаётся по плодам. Как узнать? Дьявол? Где дьявол? Где Бог? Вы посмотрите, какие вещи только рекомендуется, какая идёт пропаганда. Ну, скажите, ну, с какой стати, по какому-нибудь Первому каналу или там какому, когда только занимаются чем? Грязными делами, разводами, сплетнями, интриганством, предательством, семейными всеми этими вещами. Что интересно пропагандировать? Ради чего? А вот эти по интернету? Это прямо злоба против человечества. Прям злоба. Вот делайте себе, да, ходите по гвоздям, прыгайте, убивайте себя и других. Неужели непонятно, что понятно? Знаете, что? То, чему, вот я говорю вам, но чего вот это, к сожалению, умные даже головы не видит. Сатанизм, как своего рода религия, это реальность. Второе, что оказывается, сейчас в руках сатанизма находится средство массовой информации почти поголовно. По крайней мере, интернет, посмотрите, чем забит. Вы слышите, что в их руках, то есть в их руках деньги, оказывается, у сатаны, у сатанистов, потому что для этого нужны же деньги, надо захватить те телевизионные каналы, весь интернет, все захвачено. Неужели не понимаешь, что это не может быть просто так случайностью? Кому-то вздумалось и давай пропагандировать, что дети должны убивать родителей. Просто так, да? Неужели не понимаешь, что вся эта пропаганда, она прямо точно идет против христианского учения о добре, любви и правде? Все-таки надо же, ну хоть, неужели так много надо ума? Я вот это не понимаю. Сатанисты, реальные сатанисты сейчас руководят. И кончится это, это уже, я говорю, по христианскому откровению, но логика совершенно ясно показывает, чем это кончится. Христианство говорит, что в конце концов кончится это тем, что будет открытое поклонение сатане. Открытое. Оно кончится тем, что в конце концов руководителем всего мира вот станут эти сатанисты и один из них станет правителем мира, который, вы слышите, будет будет себя объявить Богом, сядет в храме, как говорят толковники в Иерусалимском, восстановит этот храм, сядет в храме, объявит себя Богом, спасителем мира. христианство христианство уже не останется. Может, отдельные люди, христиане, может, где-то будут, но не останутся, потому что там уже будет культ, культ его. Это своего рода воплощение сатаны. Культ. Это культ, это вещь очень серьезная, поскольку, если вдруг будет указ вывесить все флаги всем, кто живет, или какой значок повесить, и вы не повесили его, то у вас сейчас же у вас карточка у вас есть, денег не будет. Вы пришли в магазин, понабрали, простите, а у вас ничего нет. И вас самих-то нет даже, вы кто такой? Как я, вот он, да нет, вас нет, вы что говорите? Вы чувствуете, наука-то к чему идет? К чему? Все будет, как говорят, цифровая жизнь. Вот что будет, и вы не сможете, вы должны будете или подчиниться ему, кланяться, да, 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 ты, или многоточие. Так что, вот это совершенно очевидный факт. Вот та пропаганда, которую мы видим сейчас, вот особенно интернет, это ужасно, да и посредством другим, да, и телевидением, все, это, конечно, это явный, явный результат действия людей, людей каких? Ну, ясно, каких. Дерево узнается по плодам. Это факт. Вот приходится постоянно говорить об этом, и как-то, знаешь, принимаете это. Ну, кто там? Так, это сатанисты, это так. Не так, а это в мировом масштабе. Весь, так называемый, цивилизованный мир уже захвачен. И у нас перестройки начался. Смотрите, что творится. Интернет общий, телеканалы наши. Посмотрите, как ловко уже всё захвачено, все основные рычаги пропаганды. Вот беда-то какая! Это действительно беда! Единственное ещё, что только можно, вот слава Богу, ещё, хотя есть христианство, ещё всё-таки есть храмы, церкви, ещё можно иметь литературу, можно найти общение с кем-то. Этого надо держаться, потому что это очень, это очень, я вам скажу, большое значение имеет. Это великое благо найти людей, которые бы вот, которые бы именно так же вот мыслили, думали и стремились. Это великое, я вам скажу, благо, которое становится всё меньше и меньше. Почти никого. Очень редко. Хотелось узнать, вот почему Бог, который действует на основе любви к своим делителям, ко всем существам, к нам в том числе, позволяет всему этому случиться, да, то есть позволяет, чтобы СМИ, не знаю, вот это всё бесы захватили вообще. Почему он позволяет бесам жить вместе с нами? Единственная религия в мире, единственная это понятно, единственное слово, которое говорит о том, что Бог, оказывается, ни на одну йоту не может подействовать на человеческую свободу в его выборе добра или зла. Человек есть образ Божий, и он обладает полнотой свободы выбора. Вы слышите? Внутри себя, я в себе, моя свобода какая? Всех уничтожить! Правда, я не могу, но это не важно. Моя свобода внутри, в той степени я какой могу, я её и проявляю. Так что, оказывается, по христианскому учению, человек абсолютно свободен. И в этом смысле он действует в соответствии, конечно, с своим духом, с своим нравственным пониманием жизни и так далее. Вот, оказывается, что? Не может Богу! Подумайте! Возьмите другую религию, ну, эти даже мусульмансы. Как? Нет, там, извините, Аллах, Он справедливый! Зло так накажет, добро наградит, а что говорит христианство? Бог никого не награждает, не наказывает. Как? 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 Бог врач, а не царь-повелитель. Врач! Вот, привозят в больницу искалеченный человек. Вы знаете, врач не спрашивает, это кто? Бандит или жертва? А что делает? лечит. Вот кто христианский Бог! Поэтому по христианскому учению предоставлена свобода человеку, свобода жизни каждому человеку и человечеству в целом. И всё, кстати, предуказано, кстати, это поразительно, вы знаете, вот тема даже пророчеств христианских, это поразительно, предуказано, чем окончится человеческая история. В конце концов, все съедят друг друга. Но я говорю не в прямом смысле. Земля и все дела, которые на ней сгорят. Мы настолько стремимся к счастью, к счастью же стремимся, поэтому уже гонка за вооружениями превосходит, наверное, все прочие гонки. Что? Оружие, оружие, как бы уничтожить друг друга? Мы же счастья же хотим же, правда, и, наконец, финал будет счастья. Апостол Пётр, это малограмотный человек, сказал, первый мир был уничтожен водою, последний мир, то есть наш, будет уничтожен огнём. Земля и все дела, которые на ней сгорят. Ехидничали всё время, ехидничали, земля сгорит, ну, ясно, рыбак, что он понимает, необразованный человек. А когда сделали первую атомную бомбу Опенгеймер своей командой и предполагали бросить на Хиросиму, то он писал, что многие из его команды говорили, нельзя, это опасно. Почему? Может начаться цепная реакция, то есть уже будет разлагаться не какой там уран или что-нибудь, а все прочие элементы, и тогда наша Земля превратится в ещё одно красное солнышко, и все погибнем. Вздохнули, когда бросили, нет, цепная реакция не началась, а пошли всё-таки паршивцы, подумайте, хотя не знали, точно тогда не знали, и пошли на это. Вы слышите? Пошли! Я почему это подчёркиваю, понимаете? А когда найдут другое средство, применение которого всю Землю превратить в огненный шар, мы думаем, как это можно вот так, как это было с Хиросимой и Нагасаки? Бросили? Бросили. Да вы ж не знали! Цепная реакция, понимаете, что это такое? Благополучно прошло! Ну, вот, наверное, следующий уже этап развития нашей цивилизации, когда мы строим своё счастье, закончится именно тем, что такое устроят, что уже Земля наша всё-таки превратится в огненный шарик, Земля и все дела, которые на ней сгорят. – Можно у меня вопрос? Вы говорили, что душа и тело, их появление процесса неразрыва. То есть, получается, Бог не создаёт душу, что вот так, тебе я дам вот такой талант, тебе такой. То есть, каким образом получается душа человека такая, с какой он рождается? А если Бог её не создаёт? – Не Бог создаёт! Душа рождается от родителей! Не Бог создаёт душу! Душа также рождается от родителей, как и тело! То есть, лучше сказать, рождается человек с душой и с телом! А не Бог создаёт! Ну, что вы! Никакого предсуществования душ в христианской религии не существует! То есть, просто так, из ниоткуда, оп! Что? Из ниоткуда, оп! Ну, и всё! То есть, душа, она, ну, вы говорите, она создаётся родителями! То есть, на основе, ну, как есть биологическая генетика, что человек получается определённый... А вы хотите понять, как это такое, да? Почему душа именно создаёт, почему Бог её не определяет? То есть, почему какой-то человек рождается вот именно с такой душой, там, хороший или плохой? тоже внутри в какой-нибудь... Вы всё время, вы знаете, мы всё время говорим об этой земле, этой хорошей или плохой вот здесь, в условиях земной жизни. Я же вам сказал, сказал, что наш дом не здесь! И рождается ли человек с качествами отрицательными, рождается ли он с положительными, все имеют конечный, конечный смысл существования, вечности христианства. Христианство, кстати, вы, наверное, знаете, что христианство учит о всеобщем воскресении, воскресении всеобщем. Вот даже о чём говорит. Человек предназначен к вечной жизни, а уже рождается каждый, каждый по законам, вот, законам и материальным, там, скажем, физическим, генетическим, там, и духовным рождается таким образом, что каждый из них, каждый из них в конечном счёте по закону любви, по закону любви в конечном счёте сможет достичь цели своего бытия. Скажем, конечно, надо сказать, Господи, ну куда ты смотришь? С какой, кстати, это Гитлер родился вдруг? Да, ну, ну, и вы знаете, я на одной из самых последних лекций объявил публике, там много было народу, много, и я поделюсь с вами, поделюсь с вами. Я сказал, какое открытие я сделал. Ну, хорошо, вы хоть серьёзно смотрите, прекрасно. Открытие действительно. И я объявил. А оказывается, я понял, что Бог умнее меня. Не ожидал. Потому что я всё время возмущался, почему происходит вот это, куда Бог смотрит? Вот это, куда Он глядит? Почему тут такой-то родился, такие-то негодяи? И потом я уже увидел, Бог умнее меня. Вот этого я не ожидал. И я успокоился. Как вам? Нравится моё открытие? Да. Я думаю, да. Умнее меня. Я думаю, я самый умный, конечно. Что мне президенты, что мне патриархи, что мне там эти учёные? Я! Они не понимают, куда они смотрят. Вы слышите? Это я-то я. Куда они смотрят? Безобразие. Этого не делают. Не то определяют. И потом... Ах! Бог умнее меня никак не ожидал. И убедился. И успокоился. А так только до этого рвал металл. Что творится? О, дай Бог! Сделать это открытие на душе станет намного спокойнее. Мы жители не этой гостиницы, которая не знаем, сегодня жив, завтра мёртв. А мы жители дома, вечной жизни. О, это великое благо! Такая вера! Если Бог умнее нас всех, а это очевидно, следовательно, всё то зло, которое происходит в нашем мире, оно Ему угодно, то есть оно происходит по Его воле, и это тоже благо. Зачем вот эти все войны? Зачем личные страдания? Страдания всего человечества? Зачем в конечном итоге вся земля, она сгорит? То есть получается, это угодно Богу? Понял искушение ваше? Понял? Да. Ему это не угодно, но предоставлена свобода человеку для того, чтобы он познал, насколько он велик, насколько он Бог, без всякого Бога. Будете как Боги! Слушайте, мы не придаём значения, потрясающее значение – это первых строк Библии. Грех в чём человек это был? Возомнили себя Богами. И вот с тех пор мы, как Боги, осуществляем свою деятельность в этой земной жизни. Да, вам дана свобода, ну, покажите! Покажите ваше величие, ваш ум, ваше достижение, покажите! И вот уже наши достижения сейчас уже такие, что уже кричат и вопят – экологический кризис! Уже пишут! Если и просуществует мир, то и уж не дальше середины 21 века. Уничтожено всё будет! Мы же Боги и создадим великое благо на земле. Какое? Смерть! Вот так же Богу никак не угодно. Конечно, нет! Но человеку дана свобода. Но через... Кто-то приобретает жизнь через жизнь правильную, кто-то приобретает через... даже зло. В этом, кстати, сказывается премудрость Божия. Позволяется, потому что потом он увидит, какой же я скотин! Господи! Может, спаси меня от этой грязи только? Вот такие, да, два пути спасения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok